Профессор на экзамене говорит студенту. А что-то вы слабоваты. На лекции мы ходили? Да, ходил. Что-то я вас не видел. Но я сидел как раз за колонной. Профессор говорит. Да, какая узкая колонна. За ним 9 человек поместились. Вот женщины говорят, что нам, мужикам, легче. Нашел два носка и обулся. А пусть они попробуют найти два одинаковых носка. Дети, удивительный народ. Едешь в автобусе? Спят. Вышел из автобуса? Несешь? Спят. Поднимаешься по лестнице? Хоть патарды взрывай. Пришел, положил. Все, выспались. На мотостикле без коляски едут трое. Коишник, увидев это, начал возмущенно махать жезлом. Один мотостиклист кричит. Ну куда мы тебя посадим? На голову что ли? Едут в автобусе трое на рыбалку. Внук, отец и дед. В это время заходит в автобус. Деваха в колготках в сеточку. Внук думает. Ох, девушка, зашибись. Отец думает. Все деньги, наверное, из отца на смотки вытянуло. Дед думает. Блин, все эти забыли. Сын привез отца в больницу. В приемном покое у него спрашивают. У вас тапочки есть? Есть. А халат есть? Есть. Постельное белье есть? Есть. А подушки, матрас, утеяло есть? Есть. Понятно. А кто это рядом с вами стоит в белом халате? А это я врача привез. Друга у вас нету. Однажды мой Wi-Fi перестал работать. И я понял, что мои соседи не заплатили за интернет. Какие безответственные люди. Подписывайся, лайкай, комментируй. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!